привет я сейчас дома только что разложила продукты вернулась из магазина решила сделать такое небольшое видео за все это я вегетарианка поэтому покупаю что-то неживное очень люблю овощи фрукты растительную еду и я ем рыбу и я ем рыбу потому что я не полная как бы вегетарианка из люди которые не едят яйца не едят рыбу я рыбу ем и яйца ем я только не мясо я должна была заплатить 60 долларов но в каждом магазине есть здесь определенные дни когда продукты есть очень большие скидки также домой присылают талоны где написано на какие продукты можно и в какие дни можно иметь определенную скидку так вот из 60 долларов я заплатила всего лишь 45 долларов то есть получилось 15 долларов экономии что же купила в результате вот такую связку бананов по 48 центов они здесь продавались берется за один лев это как бы один фунт практически полкилограмма где-то 420 по моему грамм это здесь в америке такая единица измерения и наград сегодня была снежка то есть если он стоит 3 доллара то я его покупала по доллару 49 за один фунт вот я жадная на виноград вот столько я много купила также купила вот такой вот зеленый перец он всего лишь 69 центов за это все говорю за полкилограмма то есть 420 сколько там фунт нужно посмотреть время забываю потому что еще не привыкла это очень классные яблоки сейчас покажу их цена где-то доллар доллар 50 наверно вот красный яблоки такие вот красивые игрушки я решила купить чипсы первый раз то что мне остались такие пасты знаете такие специально для чипсов это апельсины я уже не буду показывать это миндаль он по 5 долларов такая коробочка это черный хлеб фирменный кусочками там по моему семена льна вот я решила купить банку кофе написано сто процентный колумбийский кофе это очень большая банка здесь 700 грамм не очень большая ну как бы не маленькая по 5 долларов обычно я покупал другой кофе по 10 долларов решила это попробовать это корм рыбка у меня там живет рыбка ну и это очень вкусный соус специальный рецепт под креветки у меня еще там остались креветки он всего лишь за 1 доллар вот такая вот маленькая экскурсия по моей кухне у меня тут небольшой бардак потому что были дела сегодня я училась водить машину сейчас возьму за уборку это моя кухня так я уже успела переодеться и хочу дополнить свое видео по поводу продуктов и цены на них вот я пью красное вино я позволяю себе в день бокал красного вина я очень его люблю я сейчас покажу какое вино мы покупаем это калифорнийское вино мы его покупаем в такой бочке сразу 5 литров я еще не успела тут разложить продукты но покажу эту бочку вот вот это вино это красное вино 5 литров тут есть вот такой вот винтик открывается отсюда вино по поводу красного вина мне рассказали что здесь есть спорные мнения по поводу именно калифорнийского вина ну во первых я слышала от некоторых что пить его не желательно потому что много пестицидов вот а с другой стороны мне рассказали что все это ерунда по поводу технологии мне рассказали наоборот что рецептура была завезена из франции когда там случилось какое-то там стихийное бедствие и и были уничтожены все виноградные плантации тогда какой-то вот фермер заехал сюда в калифорнию увидел что там прекрасные земли и стал производить вино поэтому мне вино это очень нравится и слава богу все живы и здоровы она имеет несколько сортов это и мырло и савиньон красное уже если в украине я пила сухое вино но было ужасно кислое то это вино имеет такой благородный вкус и как раз то что нужно не очень кислое и очень приятные круглый год свежие овощи и фрукты все это хорошо очень упаковано я говорила я вегетарианка ну и если говорить о ценах то такой может быть расчет мы иной раз покупаем большие какие-то партии продуктов где-то долларов на триста что покупается на 300 долларов это и мясо и колбаса и сыры я раньше покупала йогурты но сейчас пока что не могу найти йогурта без сахара я стараюсь не есть сладкого то есть творог ну как бы творог здесь специфически немного я не видела такого творога как на украине как наши бабушки продают к сожалению вот и также покупалась химия на эти деньги то в принципе продукты здесь очень доступны тот же например зеленый перец как у нас говорят болгарский можно купить как за 69 центов так и за три доллара это называется органик органическая продукция то есть натуральная без добавления химии как правило стоит дороже но сейчас идут очень большие споры по поводу того действительно ли есть смысл покупать продукты которые стоят дороже потому что иной раз органик просто использует как рекламный какой-то трюк расчет такой конечно значительная часть идет на оплату жилья то есть если это дом если он не выплачен идет соответственно третья или половина зарплаты на оплату дома на оплату жилья опять же зависит где ты живешь либо ты живешь в большом городе там естественно цены выше на жилье если это аренда то аренда может быть иной раз выше чем выплата банку той части который ты оплачиваешь за дом то есть части кредита если есть кредит за машину то часть денег идет опять же на оплату этого кредита но в принципе продукты здесь очень хорошие очень дешевые я бы сказала из если исходить из процентов какую стоимость продуктов мы допустим платили на украине и какого качества была эта продукция я с ужасом сейчас вспоминаю как я допустим ковырялась в этой ужасной грязной гнилой и мелкой картошки иной раз или выбирала тот же бурячок в земле в грязи я одевала там перчатки колупалась в этих кучах ну это ужасно честно говоря уже от этого конечно отвыкаю опять же у нас была собака вернее она есть она она сейчас с моими дочками в польше но мы покупали еду для собаки на аллергетик приходилось покупать и курицу и я помню как я выбирала тоже куски этой курицы которая уже имела такой душок стекала все это она была размороженная вот я это все в перчатках напихивала в кулькину здесь я себе могу позволить я люблю рыбу могу позволить себе красную рыбу за украине не ела креветки опять же авокадо для меня казалось роскошью потому что мне нужно было обеспечивать дом и быт как бы трем моим детям сын последнее время жил отдельно уже правда но в любом случае моя младшая дочь училась в институте на платном отделении я должна была 10 раз подумать какой мне продукт купить и купить или вообще или обойти салатиком с бурячком или себе позволить еще что-то то здесь слава богу такой проблемы нет вот и что еще сказать америка замечательная страна я влюбляюсь в нее все больше и больше дай бог чтобы мне хватило сил и здоровья учить язык и понять как бы правила жизни в этой стране еще я хочу сказать наверное напоследок что я замечаю насколько я стала здесь лучше у меня сейчас нет проблемы выйти на улицу с макияжем или без макияжем или без макияжа я уже делала свое видео где без макияжа и выставила это видео на всеобщее обозрение раньше я скрывала свой возраст мне сколько мне 54 я абсолютно не комплексую потому что я работаю над собой я придерживаюсь определенной диеты я занимаюсь фитнесом опять же я становлюсь наверно добрее даже я себя заставляю прощать тем людям которые сделали мне больно которые скажем так не понимают того что они делают гадости и я также продолжаю скучать за своими друзьями за украиной но я понимаю что я уже отвыкаю от той жизни я уже привыкаю к этим дорогам к этому комфорту к тому что люди улыбаются в общем то наверно называется нормальной жизнью это комфорт это это то что делается для людей ну вот как то так все всем пока все будет хорошо